С этого года в России произошел ряд изменений в законодательстве, направленных на упрощение жизни работодателям и руководителям кадровых подразделений. Как и во многих других сферах жизни, на помощь им пришли современные технологии. Подробности рассказали на семинаре, который прошел накануне в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском, 29. С этого года целый ряд важных нововведений произошел в статье 25-й закона о занятости. В частности, изменилась форма подачи информации о вакансиях. Раньше это надо было делать исключительно в письменной форме. Теперь же приветствуются интернет-технологии. Для этого есть единая цифровая платформа в рамках портала «Работа в России». Таким образом, те же кадровики могут работать, не выходя из дома. Можно работать удаленно, подавать всю информацию о сведениях о высвобождении, введении процедуры банкротства. Также подавать информацию о тех вакансиях, которые востребованы у работодателя. Очень удобный конструктор. При заполнении всех необходимых полей сразу формируется целостная картина будущего рабочего места. Работодатели, в свою очередь, смогут онлайн просматривать резюме кандидатов, проводить с ними собеседование. Об этом и не только рассказывали на семинаре, в котором приняли участие представители частных медицинских организаций, руководители промышленных предприятий, а также кадровых служб. Организатором диалога выступила Тверская торгово-промышленная палата, где считают очень важным именно очный формат общения. С одной стороны, источники вроде как доступны, всегда можно посмотреть. С другой стороны, источник неживой, и живой человек, которому можно задать вопросы и уточнить все то, что вы хотели, а также пояснения, разъяснения и так далее. Это разные вещи. Единую платформу работы в России активно используют и федеральные чиновники. Благодаря ей они получают более точную картину того, что происходит в стране на рынке занятости.